Всем привет! Сегодняшняя ночь принесла нам много материала. Среди треков Моргенштерна, Кизару и Рокета мы увидели и новый материал от Фараона, который не так давно выпустил неоднозначный альбом «Правила». На этот раз Фит с Лободой, и нам есть что про него сказать. Но перед тем, как мы начнём, хотелось бы рассказать вам про достаточно крутой клип и трек. Самый богатый МС на Руси, мультимиллиардер Пантократер снял самый дорогой клип в истории русского рэпа. Данным клипом он заставил всех своих хейтеров завидовать ему, а из клипа ясно, что деньгам и чувство юмора данного артиста действительно можно позавидовать. Это божественное творение вы можете зазерцать по ссылке в описании. Ну а мы начинаем. Поехали! 31 июля вышла самая неожиданная коллаборация этого лета. Один из лидеров украинской поп-сцены Светлана Лобода записала совместную песню с Фараоном, который спустя два месяца после выхода альбома «Правила» решил не менять свое обновленное поп-звучание и в данной песне. Светлана Лобода, также известная как просто Лобода, украинская певица, ведущая, автор песен, дизайнер собственной марки «Фак Мачо», бывшая солистка группы «Виагра» 2004 года, заслушанная артистка Украины. В 2017 году выпустила свой альбом «H2Law», который неплохо зашел у аудитории. В общем, Лобода — это олицетворение слова попса, и мы тут даже не употребляем это слово в негативном ключе. Просто целевая аудитория Лободы максимально широка, и ее крутят по радио практически постоянно. Странный, конечно, выбор фараона, но об этом чуть позже. 29 июля 2020 года в инстаграме Лободы состоялся анонс песни. Там же было сказано, что Александр Гудков будет работать над крипом на песню. После того, как сниппет трека был проигран в инстаграме Светланы, ушлые пользователи интернета прогнали этот отрывок через Шазам, и выяснили, что этот трек является совместным с фараоном. На протяжении двух дней, 29 и 30 числа, Светлана всячески подогревала интерес к песне. Среди кучи отрывков был тот, который недоумевающие фанаты Глеба ждали больше всего — отрывок с его участием. Ближе к премьере сам фараон начал публиковать отрывки у себя в сториз. А в ночь пятницы уже по традиции трек был отгружен на площадке вместе с крипом на YouTube. Давайте же сначала поговорим про песню в целом, а уже потом отдельно остановимся на фаре. Трек, как ни удивительно, про феминизм. Вернее, даже не трек, а клип, хотя они, конечно, взаимосвязаны. Понятие гармонии является одним из ключей к женской вселенной. Оно предполагает совершенство в умиротворении, непосредственное отношение каждого элемента к целому и его пассивное участие в целом. Вот перевод вступления песни с французского языка. Отрывок взят из второго тома философского эссе «Второй пол» французской писательницы Симоне де Бувуар, блестующей об обращении с женщинами на протяжении всей человеческой истории. Книга была выпущена в 1949 году. Симоне де Бувуар представляла экзистенциальную философию, а также была ярким идеологом феминистского движения. Тем более странно участие фараона в данной композиции. С его-то пренебрежительным отношением к девушкам в треках ему в последнюю очередь нужно говорить о феминизме. Если вам интересно, как звучит парт «Лободы», то вот. В общем-то ничего в треке, кроме интро, не говорит о феминизме, хотя клип на этом настаивает. Светлана просто перечисляет различные бренды и модные словечки, что вызывает скорее испанский стыд. Вернее, всё было бы нормально, не будь там на фете фараона. Клип срежиссировала команда Александра Гудкова, а в самом видео полно камео российских звёзд. От Лолиты Милявской до Ксении Собчак. Видеоряд повествует нам о сексизме. В клипе мы видим уродливых мужчин, которые оценивают женщин по какой-то шкале. Женщины предстают перед нами на пьедестале. Поскольку у нас нет задачи догодить клип, скажем просто, что в итоге мужчин в прямом смысле взрывается мозг от красоты «Лободы», которая появляется в конце, и в итоге уже девушки начинают оценивать внешность головы мужчины на подиуме. В общем, вот такой вот клип. Но давайте перейдём к самому интересному, к парту фараона. Фараон появляется перед нами в голове одного из мужчин. Можно подумать, что он будет озвучивать мысли обычных сексистов и отыгрывать какую-то роль в треке. Но нет, он просто читает свой обычный и далеко не самый лучший парт. Бъём мать! Молодой фараон! Я сломал её кровать! Глеб читает каким-то самым простым орущим флоу 11 строчек и больше ничего. Притом смысл строчек «И на мне VVS – это водка, водник, секс» в контексте клипа понять не удалось. Вроде видеоработа про феминизм, но Глеб в своём парте озвучивает обычные сексистские мысли. Можно было бы подумать, что это сделано специально, но ведь фараон обычно и читает об этом. То есть самый типичный его парт. И он не выглядит как высмеивание сексистов и шовинистов. Глеб заигрался с попсой и свернул не туда. Всё начиналось довольно безобидно. Светов вместе со Шнуровым. Но вот подобное заставляет задуматься, что фара уходит не в ту степь. Во-первых, странная песня, которая с клипом соотносится чуть меньше, чем никак. Во-вторых, совершенно серый, невзрачный, даже стыдный парт фараона, приправленный мемами, который он в последнее время так любит. Да-да, именно звук из этого видео есть в треке. Зачем? Не спрашивайте, мы тоже не поняли. В общем, это одна из самых провальных работ фараона за последнее время. Надеемся, что на делюкс-версии правила подобного будет куда меньше. Также на эту тему уже высказали сквозь баб Лил Морти и Слава Мерлу. Последний даже респикнул работе. А на этом у нас всё. Что вы думаете по поводу данного трека? Согласны ли с нами? Пишите своё мнение в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!